Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Памятник великому Абаю теперь появился и в Сеуле. В его открытии принял участие Касанжо Мартукаев. Отмечу график. Встреча главы государства в рамках госвизита в Республику Корея был расписан по минутам. Это и переговоры по бизнесу, и отдельные встречи с акулами корейского производства. Итоги внушительные. Подписаны 34 соглашения. Айгуль Амонтаева подсчитала будущую прибыль. В стране утренней свежести и работать начинают с позаранку. В голубом доме Чхон-Ваде сегодня долгожданное оживление. Впервые после затяжной пандемии тут встречают высокого гостя. В Южную Корею с государственным визитом прибыл Касанжо Мартукаев. Почетный караул словно и не прочувствовал карантинный перерыв. Бодрая походка, отчеканины до сантиметров шаг, колоритное обмундирование. Пандемии напоминает лишь дресс-код. Респираторные маски. Они обязательны и для президентов. Прежде всего я хотел бы выразить признательность за теплый прием на священной корейской земле. Я очень хорошо помню нашу встречу два года назад. Ваш визит придал очень серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Мы с благодарностью помним щедрость народа Казахстана, принявшего в свои теплые объятия корейцев, приехавших с Дальнего Востока. Для нас Казахстан, центр евразийского континента, ваша страна, неоднократно проявляла лидерство в различных механизмах многостороннего сотрудничества, будучи инициатором создания СВМДА и сопредседателем министерской конференции ВТО. Именно Казахстан является первым торговым и инвестиционным партнером Республики Корея в Центральной Азии. Чтобы превратиться из отстала аграрной страны в лидера высоких технологий, Южная Корея понадобилась каких-то полвека. Трудно поверить, но тогда на месте этого элитного района Каннам были рисовые поля. Белую крупу все еще выращивают, но уже далеко за пределами столицы. Сейчас Южная Корея входит в десятку крупных инвесторов Казахстана. В цифрах этот показатель превысил 6 миллиардов долларов. В республике успешно работают 550 предприятий с корейским капиталом, среди них мировые лидеры. Samsung, Hyundai, Lotte. 6 миллиардов долларов и во взаимной торговле теперь открываются горизонты партнерства в сфере высоких технологий. Мы заинтересованы в проектах по созданию совместных производств, компьютерной техники, сетевого оборудования, центров обработки данных. Казахстан работает над развертыванием сети 5G. Я хотел бы пригласить корейские компании принять участие в реализации проектов 5G в Казахстане. Казахстан уделяет особое внимание развитию альтернативных источников энергии, то есть наши планы совпадают. У нас есть план по достижению 30% альтернативной энергетики к 2030 году, из которых 15% будет приходиться на возобновляемые источники энергии. В ближайшее время мы планируем реализовать проекты возобновляемых источников энергии на 3-4 гигаватта электрической мощности. Поэтому ваше мнение относительно форсированного развития альтернативной энергетики в Казахстане было бы для нас очень полезным. Богатая на полезные ископаемые казахская земля изучена лишь на четверть, и приоритетное право их добычи могут получить корейские компании, продолжил президент. Пять проектов по добыче благородных и цветных металлов уже готовы. Осталось найти инвестиции, как и в сфере зеленых технологий и производстве ядерного топлива. А еще углубить локализацию в автомобилестроении и подумать о расширении модельной линейки. Резюмируя, Тукаев отметил, возможностей много, осталось найти желающих их осваивать. По итогам встречи подписано 34 соглашения на общую сумму почти 2 миллиарда долларов. На данный момент мы методом сварки и окраски производим автомобиль Hyundai Accent. На сегодняшней встрече мы подписываем меморандум по освоению сварки и окраски новой модели Hyundai Tucson. Соответственно, корейские наши коллеги охотно делятся технологиями и позволяют нам осваивать новые производства. Основной упор в нашем производстве мы делаем на никель. Сегодня подписали договор с казахстанской компанией. В рамках экспорта и других полезных ископаемых перспектив много. Я думаю, как только улучшится эпидситуация, совместных проектов станет и еще больше. Но не только промышленностью тесно связаны две страны. Гуманитарные узы за годы сотрудничества только укрепились. Студент второго курса университета иностранных языков Хангук Ким Джунгё называет себя Ильясом. Говорит, так проще изучать казахский. Успехам коренного корейца можно позавидовать. Джунгё свободно говорит и читает на казахском и уже полюбила бае. ПЕСНЯ 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 Впрочем, к творчеству Великого бае сможет прикоснуться любой житель Кореи. Бюст казахского мыслителя открыли в Сеуле. Отлитые в Казахстане из вояний, из бронзы установили на территории Сеульского кибер-университета. Абая не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Поэтому установка бюста Абая в учебном заведении имеет глубоко символическое значение. Он призывал людей овладевать наукой, приобщаться к знаниям, прославлял новаторство и созидание. Наследие Абая представляет огромную ценность не только для нашей страны, но и для всего человечества. В общей истории вообще было отведено важное место в этой встрече, о которой глава государства говорил на казахском языке. Десятки тысяч корейцев когда-то нашли кровь на нашей земле. Это, пожалуй, один из главных фундаментов дружбы между странами, заявил для местной прессы Тукаев. Госвизит главы государства пришелся на один из главных праздников для корейцев – Кванбокчоль, День независимости. 76 лет назад республика освободилась от колониального правления Японии. Память павших за родину корейцев почтили оба лидера. А в честь возвращения останков национального корейского героя Хонбом-до устроили отдельную церемонию. Герой партизанского движения был депортирован в Казахстан в начале прошлого века и похоронен в Кызларде. И казахи, и корейцы прекрасно понимают значение независимости. Хонбом-до – уникальная личность, борец за освобождение Кореи, настоящий герой, подлинный патриот. Несмотря на то, что с тех пор прошло много лет, подвиг героя не забыт. Немаловажно, госвизит пришелся на двойной юбилей. 30-летие независимости столько же длятся дипломатические отношения между странами. И новые плоды дружбы и партнерства еще только стоит ждать. По итогам государственного визита решено открыть Генеральное консульство Казахстана в Пусане. Также принято совместное заявление и подписано пять меморандумов о сотрудничестве. Айгуля Монтави, Иржан Канапиаулы, Бахатпик Нуртаев. При содействии телерадиокомплекса президента Хабар-24, Южная Корея, Сеул. Государственный визит президента Казахстана в Республику Корея завершился встречей с председателем Ассамблеи Глобального института зеленого роста, бывшим генеральным секретарем ООН Пан Гиммуном. Собеседники обсудили вопросы, связанные с изменением глобального климата, декарбонизации экономики, внедрением зеленых технологий. Возможно, Мартукаев и Пан Гиммун также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Особое внимание было уделено усилиям по противодействию пандемии и перспективам урегулирования ситуации в Афганистане. Алматинцы, купившие поддельные паспорта вакцинации, теперь хотят привиться по-настоящему. Об этом сообщил руководитель городского управления общественного здоровья. Однако пока они не могут получить прививку, поскольку в базе данных такие люди числятся как вакцинированные. По словам Анаримана Табунбаева, данный вопрос сейчас рассматривают в Министерстве здравоохранения. Напомню, мегаполис остается в темно-красной зоне. Ежедневно там выявляют полторы тысячи случаев заболевания коронавирусом. По словам медиков, чаще болеют дети. На сегодняшний день, я сегодня заговорил в своем сообщении, 195 больных детей лежат у нас в стационаре, а на дому 2540. У нас пик даже был неделю назад, 245 больных детей лежат в стационаре. То есть количество детей увеличивается при данном виде самодельта. И, к сожалению, у нас подтвержден один случай летального исхода ребенку одного месяца после того, как он был доказан, так сказать, инфицированный и смерть от коронавирусной инфекции. Этот случай был, если не ошибаюсь, один месяц назад. И пить ситуация в стране остается сложной. За минувшие сутки ковидом заболели еще 6869 человек. Однако, несмотря на это, казахстанцы продолжают проводить мероприятия с большим количеством гостей. Только в Туркестанской области за нарушение карантина могут закрыть порядка 50 ресторанов. Дела уже переданы в суд. Подробнее расскажут мои коллеги из регионов. Очередной той на крыльев Балхаше. Сигнал о проводимом торжестве поступил в координационный центр. Чтобы остановить свадьбу, членам мониторинговой группы пришлось влезть в окно ресторана. Для этого даже службы ЧАЭС вызвали и вскрыли проем. За нарушение карантина ресторатор заплатит штраф почти 700 тысяч тенге. Около 90 тысяч отдаст и организатор ТОЯ. Между тем, пить ситуация в Карганинской области остается нестабильной. Ежедневно там выявляют больше тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Свадьбы, поминки и дни рождения продолжают устраивать и жители Туркестанской области. Только с начала года мониторинговые группы выявили 726 семейных торжеств. Больше половины из них проводились в банкетных залах. Часть предпринимателей уже неоднократно штрафовали. Однако это их не останавливает. Сейчас в суд передали дела о приостановлении работы 50 ресторанов. В основном нарушения фиксируют в сельской местности. Есть банкетные залы, в которых, несмотря на штрафы и предупреждения, семейные торжества повторно проводились по 8, а то и 9 раз. Мы и дальше продолжим проводить рейды и выявлять нарушителей. Всего же с начала года зарегистрировано более 3000 различных нарушений карантина. Общая сумма штрафов превышает 200 миллионов тенге. Тем временем в Атараусской области из-за ухудшения эпидситуации приостановили плановый прием пациентов. Сейчас население будет получать консультации медиков в режиме онлайн. Однако поликлиники не опустили. Многие жители не в курсе изменений. Кроме того, некоторые пациенты приходят за больничными листами либо для получения вакцины. Медучреждения продолжают принимать экстренных больных. Всего области 48 поликлиник. Шесть из них находятся в Атарау. В основном обращаются в поликлинику с хроническими заболеваниями. Этих всех больных у нас знают участковые врачи. Они все будут обслуживаться онлайн-режимом, по видеосвязью, по звонку. Если надо будет осмотр врача, врачи будут осмотреть на дому. По распространению коронавирусной инфекции, Кустанайская область по-прежнему остается в красной зоне. В регионе за последние сутки заболевание зарегистрировано у 273 человек. Основная часть заразившихся – это жители городов Кустанай, Штикара и Рудный. По последним данным, против COVID-19 в регионе первым компонентом привиты почти 280 тысяч человек. Больше половины из них уже получили второй компонент антиковидной дозы. Артем Грапов, Рауль Габитов, Марина Золотарева, Сергей Тартенберг, Хабар-24. Жители столицы сегодня начали прививать китайской вакциной от Синофарм Веросел. Напомним, она инактивирована и официально одобрена ВОЗ. Препарат могут получить лица старше 18 лет. Инъекция вводится двумя дозами с интервалом от 21 до 28 дней. Отличается препарат от других вакцин в Казахстане тем, что его можно хранить без морозильной камеры при температуре от 2 до 8 градусов. По результатам третьей стадии клинических испытаний вакцина показала 79% эффективности. Нур-Султан накануне доставили 17 тысяч доз. До конца августа завезут еще 90 тысяч. Противопоказания для данной вакцины такие же. Это беременность, период грудного скармливания, лактация, также аллергические реакции на какой-либо компонент. И временные медотводы могут быть, про которые уже говорили. Это обострение хронических заболеваний, наличие простудных, инфекционных заболеваний. Есть постоянные медотводы, но это уже на усмотрение участкового врача. Китайская вакцина Вироселла начала поступать в поликлиники регионов. В Павлодар доставили 45 тысяч доз. Сейчас их распределяют по пунктам вакцинации. Отмечу, на сегодняшний день четверть населения области уже вакцинировались. Почти 200 тысяч человек получили оба компонента вакцины. В Западно-Казахстанской области потушили лесной пожар. Напомню, там горели лес и сухая трава в степи. Точная причина – и площадь возгорания еще не установлена. В тушении огня участвовали больше 70 спасателей, около 40 работников лесхоза. Однако в департаменте по чрезвычайным ситуациям предупреждают, что есть риск повторного возгорания. Для контроля за ситуацией ранее там развернули оперативный штаб. В Актюбинской области назвали возможную причину взрыва на шахте в Хромтаусском районе. По словам специалистов, несчастный случай мог произойти из-за нарушения правил техники безопасности. Эту версию озвучили в Управлении по инспекции труда. Напомню, взрыв прогремел во время проведения проходческих работ. Под взрывную волну попали двое рабочих. В результате женщина погибла на месте, мужчину с травмами госпитализировали в районную больницу. Точные обстоятельства случившегося выясняет специальная комиссия. По факту гибели работника предприятия возбуждено уголовное дело. На данном предприятии с начала года это уже седьмой случай. За первое полугодие 2021 года было зафиксировано шесть несчастных случаев. При этом один несчастный случай был со смертельным исходом. Основные причины несчастных случаев это неудовлетворительная организация производства работ, грубое нарушение пострадавших и нарушение правил техники безопасности. 40% теплосети Шенкента изношены. Большинство ветхих магистральных труб были введены в эксплуатацию еще в прошлом веке. Во время сильных морозов они трещат по швам, говорят специалисты. За последний отопительный сезон произошло около 200 порывов. Катерина Попкова выясняла, встретят ли шенкенцы эту зиму в теплых квартирах. Теплосеть по улице Курманбекова уже давно отработала свое. А в последнее время она будто играет на нервах коммунальщиков. И жители спальных районов только устранят один порыв, как появляется другой. Здесь отопительные трубы уже старые. 35 лет в земле находились. Самый проблемный участок. Много порывов. Поэтому решили менять. И в таком состоянии 40% теплосетей мегаполиса. Большинство из них достались городу еще со времен Советского Союза. Поэтому ежегодно случаются порывы. Старые магистрали перестали справляться с нагрузкой. Где может рвануть в следующий раз вопрос для коммунальщиков болезненный. Естественно, в зимнее время, когда гидроудары, например, давление, старые трубы выходят из строя. Это, конечно, влияет людям, чтобы своевременно не сможем поставить тепловую энергию. В данное время 180 порывов в сезоне и, естественно, 200 жалоб. От ветких труб решили избавляться. В этом году на обновление теплосети в мегаполисе не экономят. 2 миллиарда тенге выделили из бюджета. Но чтобы полностью решить проблему, этого не хватит. Специалисты говорят, в лучшем случае уйдет 5 лет при таком же ежегодном финансировании. После развала Советского Союза немножко деньги не выделялся. Из-за этого вот так собрался. Вот 60% было. За три года мы 20% уже догнали. Остальные через 4-5 лет мы догоним уже. Сейчас особое внимание и так называемым бесхозным домам. Таких в Шемкенте около 400. Их жильцы не привыкли готовиться к зиме. Поэтому холода встречают в холодных квартирах. Батареи еле теплые. Чтобы здесь были люди, чтобы сделали прокачку. Чтобы пришли, каждую квартиру поставили. Поступило, тепло не поступило. Они этого не делают же. Холодно было, прохладно. Постоянно вызывали. Вот, например, вот этот стояк, вот три типа детства. Один стояк вообще не работал. Там еще бабушка жила была. Мы вот заходили, помогали. Специалисты объясняют, ремонтировать и готовить отопительную систему в подвале должны сами жители за свой счет. В основном проблемы в старом жилом фонде, где трубы уже настоящий раритет. Те, кто перестал на них надеяться, чаще всего встречают зиму в тепле. Отопление очень хорошее. У нас полностью лежаки мы поменяли, жильцы за свой счет. И стояки все поменяли. У нас уже в течение 9 лет прекрасное отопление. Готовятся к зиме также городские котельные и насосные станции. Перед коммунальщиками стоит задача до конца сентября полностью все завершить. В городе создан специальный штаб, который мониторит готовность объектов. Катерина Попкова, Азамас Аметов, Нурмахан Бекмуратов, Шимкент, Хабар-24. 12 аварийных и трехсменных школ насчитали в Западно-Казахстанской области. Это один из самых высоких показателей по республике. Бюджетных средств для строительства новых не хватает. Приходится искать инвесторов. Только и это не гарантия, что новый образовательный объект появится. Например, для нового здания аварийной 31-й школы нужен дополнительный участок. Только вот с этим возникли проблемы. Площадку неподалеку, где раньше было футбольное поле, отдали под коммерцию. Родители бьют тревогу. Ну а пока решают, на чьей стороне правда, больше 400 детей вынуждены ходить в другие школы, буквально рискуя жизнью. Здесь с детьми проходим каждый день. У нас здесь нет ни освещения. Зимой это вообще страшно здесь ходить. Мы стоим здесь, ждем, когда проедет поезд. А есть дети, у которых родители не могут их встречать. Мы собираем целую толпу, чтобы идти детей с собой, берем их вместе. Здесь проходить нельзя, но вы вынуждены? Вынуждены. А как нам ходить в школу? Сквозь заросли бурьяна, между стихийными свалками по разбитой дороге. Таков путь за знаниями учащихся 31-й школы. Здание было официально признано аварийным и год назад его снесли. Детей перевели в другое образовательное учреждение. Ближайший оказался за железной дорогой. У меня пятеро детей, все школьники. В день я 10 раз хожу до школы и обратно, встречая и провожая детей. Скоро осень, в дождливую погоду здесь затапливает. Дети часто возвращаются обратно, когда доберут воды в обувь или испачкаются. Бывает, что и на уроке опаздываем, ждем, когда поезд проедет. Если идти в обход, получается очень далеко. Автобус, на котором мы добирались до школы, изменил график движения, и теперь он не доезжает до нужной нам остановки. Но самое главное, мы очень боимся за детей, что может произойти несчастный случай. Наши дети весной, осенью и зимой идут по грязи. У нас вообще на районе 31-й школы нет ни детского садика, ни школы. Для того, чтобы детям перейти с автопарка, им нужно пройти под мостом, под рельсами. Дорога разбитая просто, без асфальта, потому что это пустыри. Как дети, учащиеся в 31-й школе, обучались на территории 34-й школы, таким образом в этом году планируется начало 1-го сентября. То есть и контингент детей сохраняется, и педагогический коллектив, так скажем, в этом же составе начнут свою работу, но в стенах на сегодняшний момент временно, в 34-й школе. Это, конечно, вынужденная мера. За Минстары пообещали возвести большой образовательный комплекс с мини-центром для начального звена и основной школы. С оговоркой объект будет уже частным. Это обстоятельство и напугало родителей. Последних успокаивают. Платить за обучение они не будут, а коллектив останется прежним. Даже это будет частная школа. Сколько детей примут, за счет государства будет финансирование, подушевое финансирование. Дети будут обучаться бесплатно. В данный момент все школы у нас городские, финансируются за счет госзаказа. Одном моменте решить проблему всех школ не удастся, объясняют чиновники. Новое здание 31-й школы обошлось бы казне в больше, чем полтора миллиарда тенге. В то время как на строительство ежегодно выделяется в среднем лишь 2 миллиарда. А в аварийных и трехсменных объектов в области 12. При таком темпе средства для 31-й школы дошли бы лишь к 2024 году. Но времени ждать нет. Поэтому привлечение инвестора самый оптимальный вариант, считают специалисты. На конец 2019 года мы просили дополнительно 3 миллиарда на строительство двух школ. Это 18-я школа и 31-я школа. Вот две школы мы хотели начать. Но деньги нам не дали, не поддержали. В прошлом году нам тоже деньги не дали. И чтобы у нас не стояла аварийная школа, мы пришли к такому решению, что хоть за счет средств инвестора, но мы построим новую, современную, хорошую школу. В этом году предприниматель должен был приступить к строительно-монтажным работам. Однако большая стройка так и не началась. Как оказалось, для строительства нового комплекса нужно было демонтировать соседнее здание центра Шапогат, принадлежащее социальным службам. Земельный участок под центром был выставлен управлением финансов на аукцион. И к полной неожиданности местного подрядчика выиграла в нем алматинская компания. Последнюю не может найти даже заказчик. С инвестором был заключен договор в финцентре при Министерстве образования. На сегодняшний день, почему стройка не начинала, потому что одно из, как бы можно сказать, основных требований при начале данного реализации проекта застройщикам было это предоставление также прилегающих к территории школы здания Шапогат. Но, к сожалению, по итогам конкурса по Шапогату выиграла алматинская компания. И сейчас мы ждем итогов протокола, чтобы эта алматинская компания приехала к нам в Уральск и объяснила, с какой целью она выиграла строительство, участие в тендере данного здания Шапогат, который мы планировали в дальнейшем также присоединить к 31-й школе. Три недели назад, как выиграл конкурс, участвовал, выиграл, и не выходит на связь, не приезжает от РФМШ-31. И мы не можем определиться, не можем начать из-за этого работать. Сейчас Управление строительства подает на алматинскую компанию жалобы в надзорные органы. Насколько затянутся очередные процедуры, и самое главное, как долго будут тесниться учащиеся двух школ в одном здании, неизвестно. Тем временем на носу очередной учебный сезон. За знаниями учащиеся будут ходить, рискуя жизнями. Рос Сатканов, Баладжир Лгасов, Хабар-24, Западная Казахстанская область. В Казахстанской федерации бокса наградили бронзовых призеров Олимпиады в Токио Сакена Абибасынова и Камшебека Кункабаева. Спортсмены, прославившие Казахстан на японском ринге, получили по 50 тысяч долларов. Деньги они планируют направить на благотворительность. Отметили и тренеров бронзовых призеров Мурзагали Айджанова и Сиджана Токенова. Им вручили денежные сертификаты на сумму 10 тысяч долларов. Не оставили без внимания и других членов Олимпийской сборной Казахстана по боксу. Впереди команду ждет небольшой отдых, а уже в начале осени у спортсменов начнется учебно-тренировочный сбор. Затем они отправятся на чемпионат мира, который пройдет в Сербии в конце октября. Мечта каждого спортсмена в любительском боксе – покорить Олимпийскую вершину. Мое достижение – это результат многолетнего упорного труда. О будущей Олимпиаде в Париже я еще не думаю. Возможно, туда поеду. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok